Продолжение следует... Продолжение следует... Вот. В общем, такая сегодня будет лекция. Немножко экспромта. Значит, смотрите. Даже на самом деле название у него пакетирования, а не пакетирование дипломент, про дипломент особенно ничего говорить я не буду, кроме того, что колесо Pythonville обладает свойством, что его можно устанавливать. Значит, смотрите. У нас есть команда pip, которая умеет две вещи на самом деле. Мы точно знаем, что она умеет одну вещь, а она на самом деле умеет две. Первое, что она умеет, это скачивать готовый пакет из репозитория, который, скорее всего, называется pipi, ну, pipi, вернее. Вот. Всем нам уже знакомый. PythonPackageIndex.org Вот. Со своим полумиллионом пакетов. Значит, она оттуда скачивает бинарный дистрибутив, особым образом упакованный. Он называется Pythonville. Pythonville – это PEP, который был принят довольно давно, в 2012 году, с некоторыми исправлениями. А нет, крезит. Принят был в 2013 году. Который был предназначен для... В нем разрабатывался некий универсальный формат бинарного дистрибутива в питоне, который бы при этом был совместим со всеми платформами. Ну, скажем так, со всеми предусмотренными внутри этого дистрибутива платформы. Очевидно, что вы не можете создать бинарник какой-то, если вдруг у вас есть там программы на C, которые следует компилировать и так далее, которые будут одновременно пригодны для всех платформ. А что вы делаете? А вы собираете все возможные бинарные варианты для всех возможных платформ, укладываете их все в один дистрибутив, и вот это распространяете. Вот оно и есть вилл – колесо питоне. До этого питон откладывал яйца, называл Spasyn Egg. Мы в этом году, видимо, не будем устраивать лекцию между майскими, потому что не будем. А вот в прошлом году между майскими я как раз сделал лекцию бонусную, в которой рассказал про интерфейс между питоном и C, как писать свои C-шные плагины для питона, вот, например, то есть как написать питоний модуль, но на C. Ну, потому что, например, вам хочется… Или на C++. Потому что вам хочется, чтобы он там суперэффективно работал, потому что на самом деле это бинзин в какой-нибудь библиотеке C-шной, уже имеющейся и так далее. Так вот, ровно эти самые штуки, кому интересно, может просто посмотреть прошлогоднюю лекцию, план прошлогодней лекции. Вот эти ровно, эти самые штуки. И, кстати, мне тут люди иногда жалуются на звук. Нет, нормальный мне звук. И требуют при сборке дистрибутива из питоньего исходника ориентироваться на архитектуру. Они бывают разные. Значит, а еще ПИП на самом деле умеет сам собирать по некоторому заданному плану, сам собирать пакеты из исходников. То есть он может скачать не колесо с Пайпая, а, допустим, SRC-RPM, господи, Тарг-Зет с исходниками и попытаться их собрать. Тут, конечно, когда это все затеивалось, понятное дело, что люди желали лучшего и что вот у вас можно, значит, если у вас по какой-то причине бинарный дистрибутив не идет, скачайте исходные, соберите, как это вообще принято, было во всяких там древних линуксах и так далее. Так и в питоне они тоже придумали. Но на самом деле придумали не, конечно, так себе, потому что представьте себе, как может выглядеть кроссплатформенная сборка исходников, да хотя бы на том же СИ, на всех операционных системах одновременно. Вам нужно как-то удостовериться, что у вас есть компилятор, что у вас есть МЭК, СИМЭК какой-нибудь и так далее. То есть идея, что если не установилось колесо, то можно скачать бинарные исходники, и они соберутся ПИПом, эта идея очень рискованная, как правило, она заканчивается ничем, не собирается. ПИТОН-сообщество занимается всякими извращениями, а именно упаковывают тулчейн внутрь питоневого колеса, чтобы можно было поставить, например, СИМЭК. СИМЭК можно поставить как питоний модуль. Сейчас, у меня тут интернета немножко. А, вот, заработало. Да? Во. Видали? И там таки, да, бинарных СИМЭК внутри, вот это все. Я видал даже дистрибутивы питонних модулей. Что? Можно релиз СИМЭК посмотреть? Насколько он актуал? Насколько он СИМЭК? Ну, вот, ну, на одну вкладку блок. Вот сюда. А, сюда, и там релиз СИМЭК посмотреть. Какой последний релиз СИМЭК? А, релиз СИМЭК. Насколько он свежий? Апрельный 24-го? В две недели как? Ну, слушайте, люди реально занимаются... На самом деле, конкретно этот пакет делают сами авторы СИМЭК. Вот. Соответственно, они об этом заботятся. Ну, я говорю, люди реально заморачиваются. Я видел дистрибутив LLVM, упакованный внутрь питаньевого колеса. LLVM, да, вот, гигабайт. Понимаете? Ну, там не совсем гигабайт, но около того. Вот. Поэтому, ну, в общем, вы поняли. Да. Если вы разрабатываете модуль, то, вообще говоря, публиковать, конечно же, надо и то, и другое. Наличие где-то там гид-репозитория, кстати, кажется, ПИП умеет еще в гид-репозитории ходить. Да? Это, конечно, очень клево, но это скорее говорит о вас, как грамотном разработчике, что у вас есть нормальные гид-репозитории, чем и прямого отношения к дисциплине публикации пакетов питонных не имеет. А вот имеет прямое отношение к дисциплине публикации питонных пакетов тот факт, что вы обязаны опубликовать исходник, просто обязаны, иначе он нигде не проиндексируется. Вот. Но по-хорошему, конечно же, также и колесо тоже нужно опубликовать, иначе там будут проблемы с установкой тогда. Вот. Соответственно, у нас есть понятие сборка, о котором мы сегодня говорим, раскладывается в две задачи. Задача номер один это, собственно, формирование дистрибутива колеса, вилл. И в этом, значит, колесе вилл должны присутствовать в том числе и все целевые ваши генераты. Помните, целевые генераты это такая штука, которая генерируется в процессе создания вашего пакета, но не хранится в гиде, потому что она там не нужна, ибо с каждой новой версией она перегенерируется на ново. Типичные целевые генераты это скомпилированные переводы, входящие в состав документации, если надо перегенерировать. Потому что с одной стороны это все равно генерируется из исходников каждый раз, когда вы занимаетесь девелопментом. А с другой стороны, конечно же, если вы распространяете приложение, то скомпилированный перевод вместе с ней тоже распространять надо. Пришел человек, который говорит, что питон раздражает пипом. Ну, как это, что поделаешь, у нас сегодня лекции про питон. если так уж вышло. Вот. Такие дела. То есть, на самом деле, сборка дистрибутива это отдельное такое искусство. Положить туда все, что нужно, не класть туда все, что не нужно. Кстати, типичная, классическая такая ошибка. Люди в дистрибутив, который они распространяют, кладут тесты. В результате чё по зависимостям приезжает ПТест, все плагины к ПТесту, а если не равен час, они еще ТОКСом каким-нибудь пользуются, еще и ТОКС приезжает по зависимостям. По экспозиционным, разумеется, потому что там же лежит в каталоге какая-то пачка с тестами. Такие дела. Так делать не надо. То есть в исходниках пожалуйста, а в пакет тесты не кладите пожалуйста. Их никто пользоваться не будет. Вот. И вторая задача, которая тоже имеет некоторое отношение к понятию сборка, это формирование так называемой S-DIS, Source Distribution. Это вот то самое, что вы потом публикуете, ну скажем, на том же Пайпай. Source Distribution это полный комплект исходников, у которых наоборот убраны все генераты, целевые, нецелевые, все. Кроме тех, которые на самом деле генератами не являются. Ну вот мы в прошлый раз говорили, что например Makefile от Finks это он конечно генерат в том смысле, что вы запустили утилиту и сгенерили его, но на самом деле нет. Потому что его нельзя автоматически перегенерить. О, к нам пришел еще один человек и он уже толкует про микросхемы. Удивительное сообщество. Я понимаю, что нынче у нас лекция в нестандартное время, поэтому пришли просто все. Вот у нас сегодня разговор про Питончик. То есть фактически если мы хотим эту сборку автоматизировать, как мы в прошлый раз говорили, то у нас есть два таргета, которые полностью друг другу противоречат. Надо сначала все собрать и собрать дистрибутив, а потом все удалить и собрать исходник. Такие дела. Вот. Под это дело в Питоне, сначала прямо в самом Питоне, был разработан модуль, который назывался Disturteils, от слова Distribution Utils, естественно, Utilities. Но потом очень быстро выяснилось, что система сборки не имеет непосредственно, не имеет прямого отношения к понятию Питон, понятию значит прикладные, комплект прикладных модулей под Питон. И она очень быстро превратилась в отдельный проект, который называется Setup Tools. Вот. Обратите внимание на то, что курирует его все тот же Pack and Packaging Authority, PIPA. Это прям отдельное такое сообщество, которое занимается именно и только разработкой документации, разработкой... А тут можно одну букву поменять. Человек, которого раздражает ПИП, говорит, что он должен освоить Питон, иначе Линуксом полноценно пользоваться не сможет. Возможно, это соображение имеет смысл. Ну вот. Вот это самое Python Packaging Authority. Она разработает всякие родмапы по тому, как будет развиваться пакетирование. Кстати, уже не первый год в Питоне, вот в недрах ПИПы, идет разработка каких-то, какой-то спецификации внешних зависимостей, то есть тех самых зависимостей на компиляторы, на наличие библиотек сторонних, которые стоят уже в системе, потому что этого всего мы сейчас в текущем варианте формирования дистрибутива определить не можем. Ну вот. Что же касается Setup Tools, то это такой довольно развесистый инструмент, который предлагает вам составить некий план, оформить его в виде файла, который называется P-Project.toml. Вот его стандарт на ПИПе, на ПИПо.io. со всякими ссылочками. Под него, конечно же, есть PEPы. То есть про поводу, как должен выглядеть этот P-Project. Правда сказать, до сих пор встречаются модули на Питоне, разработчики которых используют устаревшие варианты конфигурационных файлов. Это Setup.kfg, а еще иногда бывает Setup.py. Когда-то давно процедура собственно сборки модуля состояла в том, что вы просто запускали файл Setup.py, он сам все собирал, импортируя нужные библиотеки, ходя в нужные места. Сейчас считается, что всем надо поддерживать именно P-Project.oml, а Setup.kfg и Setup.py считаются устаревшими. Где-то в недрах документации в Setup.tools написано, что кое-какие штуки только Setup.py делаются, но кажется, это тоже неправда. Это просто неисправленный момент. Формат, в котором этот P-Project.oml файл пишется, это штука под названием Toml. Вот. Config.file.format.for.humans. Действительно очень удобная штука, не без эзотерических способностей, про которые мы, кажется, говорить сегодня не будем, но они там есть. Но, как видите, из всех вариантов config-файлов, которые мне попадались, он наиболее прозрачный, хорошо читаемый, похожий на Python, но Python не являющийся, надо сказать, сразу. Видите, тут в словарях, например, они, кстати, с точки зрения Toml почему-то называются таблицами. Вместо двоеточий что-то равно. короче, это не Python и файл, безусловно. Но, тем не менее, он хорошо очень парсится Python, и в Python, начиная с 11 версии, просто вставили Toml parser просто на постоянке, прям в сам Python. А YAML это тоже? Нет. YAML это замена XML. Вот Toml это, условно говоря, замена JSON. То есть это инструмент неполного моделирования всего, а такого человека читаемого моделирования некоторых вложенных конструкций, которые могут быть условно двух типов. Это эти самые массивы и то, что называется tables, словари. При этом, чтобы вы понимали, одно вложено в другое, вложено в третье. Что-то, точка database, точка тем targets, точка CPU равняется 79,5. такой уровень. С помощью Toml нельзя смоделировать произвольную совершенно структуру данных, а вот с помощью YAML можно постараться. Главный недостаток YAML, я на него смотрел перед тем, как Toml вошел в стандарт, главный недостаток YAML состоит в том, что у него нету формальной спецификации. Единственный инструмент проверки правильности синтакса YAML является YAML парсер. Ну, так вышло. Он такой немножко вот. И когда я на эти грамли несколько раз наступил, я понял, что я не буду YAML пользоваться никогда, хотя он более мощный, чем Toml. Ну вот. А Toml это фактически замена либо конфигу, либо JSON. То есть вот на сайте Toml, если смотреть, они всегда ссылаются именно на JSON. Говорит, что вот, мол, наш график красивый, вот смотрите, какая гадость получается на JSON. 20. Сейчас. Я не привык видеть. А, вот FullSpec. Вот наш конфиг красивый, а вот часть, ну вот, я не на ту кнопку нажал. Вот наш конфиг красивый, а вот JSON какой некрасивый, пишут они. Вот наш конфиг красивый, вот, а там где-то будет JSON некрасивый, ну и так далее. они любят сравнивать, вот, они любят себя сравнивать с JSON. Вот, видите, некрасивый JSON. Красивый Ямль, некрасивый JSON. Ну и так далее. Вот. В действительности писать конфиги на Ямле одно удовольствие, особенно с учетом того, что там есть поддержка на автомате таких штук, как тип данных дата и время, да, некий искусственный мозг относительно того, как распознавать строки. Их мне обязательно закавычивать даже, если в них нет спецсимволов. Вот. Ну и всякое такое. Ладно, поехали дальше. Итак, вы пишете некий проект вашего приложения, модуля, пакета, ну пакета, в общем случае это пакет, то, что вы делаете на питоне. Этот проект пишется на языке томль, называется по-проекту формат, ссылку на стандарт его я уже давал. Этим занимается значит библиотека томлип. Кстати сказать, если вам нужно создавать томльфайлы из, понятное дело, структур питонних данных из списков и словарей, то есть библиотека под названием томльвы от слова в райд. Вот. Томль, значит, это редонли, да, он только читает, а томльвы только пишет. Тут сразу могу заметить проблему, с которой я столкнулся несколько раз, когда с этим работал. В синтаксис томля входит понятие комментариев, но когда вы читаете, нормальных инструментов привязать комментарий к какому-то контексту, чего он комментировал, просто нет. У вас же после чтения томля получается не какой-то абстрактный синтактический дерево, а вполне себе структуры данных, типа там словарей, питание списки и так далее. Вот в какое место и в какой форме туда вставлять комментарии никто так и не решил, поэтому комментарии просто удаляются. Значит, ссылку на синтакс project томля я уже давал, вот тут есть спецификейшн довольно развесистый, они сразу говорят, слушайте, это спецификейшн, если вы хотите по-человечески прочитать, сходите вот сюда, здесь хотя бы будет нормальный гайд, вот как вы пишете ваш project томля, вот он так выглядит. Там есть отдельные секции, мы про них сейчас поговорим. Вот, но на самом деле вот эта спецификация, что в ней, все, что в ней здесь указано, хорошо бы, чтобы в вашем по-проект томля тоже было, то есть этот паспорт пакета, он достаточно, достаточно информативный, да, почти все поля, о которых идет речь, должны быть в вашем пакете тоже. Вот, в частности, в описании пакета может быть также описание, как его собирать. Вот. Выглядит примерно так. Вы укажете, с помощью чего собирать. Говорите, сборочная система называется Stop Tools. Кстати, Stop Tools S.C.M. это для того, чтобы поддерживать сборку из гита. Вот. В этой сборочной системе есть Build Meta, то есть некий общий инструмент, который что-нибудь вам запустит, который дальше что-то соберет. А дальше вы записываете ваш пакет, где описываете его всякие, значит, свойства, авторы, там, так далее. Зависимости. Это эксплуатационные зависимости, те самые зависимости, которые должны быть вставлены в requirements.txt, и при попытке установки вашего пакета подтянуться, в данном случае request, import.lib.metadata, и еще питон должен быть меньше, чем 3.10. Вот это очень плохая зависимость, как вы понимаете. Хотя, если у вас реально так написан софт, что он может быть несовместимым с будущими питонами, значит, надо это делать. И это все пишется вручную? Это все пишется вручную, но, как видите, по большей части эта информация не является генератором, это вполне себе вручную заполняемая информация. Другое дело, что, например, зависимости можно и погенерить, но мы об этом чуть-чуть попозже поговорим, ближе к консуляции. Значит, еще одна особенность Томля состоит в том, что, будучи фактически моделлером таких вложенных структур, он предоставляет несколько разных синтаксисов на одно и то же. Например, вы можете написать фрукт, а в ней Apple равняется Red, а можете написать fruit.apple, и там, текстура равняется smooth. То есть у вас вот эта вложенность может быть описана как ключ равняется значение, а может встретиться просто в заголовке описанного элемента. 20. То есть есть некоторая неоднозначность в том, как устроен входной томльфайл, и в том, как, например, в этот файл, прочтя его в структуру данных, задампите с помощью томльвы. Может оказаться, что томльвы будет выглядеть не так, как у вас это было на входе. Он, например, может взять и вот эти секции, которые у вас назывались отдельно, сложить внутрь одной большой секции фрукт с этими самыми с таблицами внутри. То есть этот синтаксис не является взаимно однозначным тем структурам данных, которые моделируют. Потому что он предназначен для читания глазами. Если бы вы писали как JSON все делали вложенные, то в конце концов глазки просто бы у вас отвалились. А тут можно разделить на секции, хотя в действительности вот эта штука является просто вложенным вложенной конструкцией внутри вашего фрутточка. Вот вот такое особое отличие Томли от других языков конфигурирования. Кстати, кажется, от всех других, что в нем есть вот такая неоднозначность. Там есть еще более эзотерические штуки, например, двойные квадратные скобки. Вот такие штуки. Это когда вам нужно в одну и ту же таблицу, видите, здесь продукция, здесь продукция, здесь продукция. добавить разных элементов. Но это уже к нашему разговору почти не относится. Когда я готовился к этой лекции, я внезапно обнаружил, что на сайте ППО, причем это как бы официальный сайт, в документации на ППО, я просто все документации, все ссылки на документацию поменял на другие, к сожалению, упоминается, что помимо Setup Tools, там приводятся примеры, как можно сделать, организовать процедуру сборки вашего пакета, помимо Setup Tools, еще с помощью трех других инструментов. Это хатч, который они очень любят, он там вообще первый в списке, PDM, Python Distribution Manager или Package Manager, как-то так, и Fleet. С Fleet мы еще встретимся, потому что Fleet умеет достаточно легко заниматься публикацией на ППО. И это отдельная тема. Что же касается хатча и PDM, то это, наверное, очень интересные инструменты, но если почитать их документацию, выяснится, что это такие комбайны, они умеют сразу и в подготовку, и в частичную сборку, и в частичную, значит, короче говоря, мне они не нравятся частично в автоматизацию немножко. Мне они не нравятся тем, что там решается сразу много задач. Тем не менее, забавно, что я потерял эту ссылку, ссылки на них есть прямо на сайте в ППе, в Python Package Authority. Это значит, что они все, о них все хостятся и Fleet, и хэтч хостятся на самой ППе, видите, ПП его ссылочка, только PDM это отдельный проект. Чтобы быть до конца честным, скажу, что в этот же ряд примерно встраивается и инструмент под названием Poetry. Вот это самый такой развесистый и мощный инструмент по сопровождению пакетов на Python и разработке. Значит, все они, ну, как минимум, хэтч поддем и Poetry, для нас с вами не представляют особого интереса, потому что они, во-первых, сложные, а во-вторых, фактически они просто описывают некий workflow. Вот, а мы сейчас говорим про некоторых универсальных, про некоторый универсальный инструмент. Универсальным инструментом является пакет под названием Build, который совершенно простенький, он кушает ваш, обратите внимание, на том же PyPy, его хостится, он кушает ваш P-Project Toml и занимается собственно сборкой, не зря называется Build. Из всего, что он умеет делать, нас интересует S-Distribil, собственно, вот у него ровно эти две опции и есть. Вот. Как бы это минималистичный, минималистичный интерпретатор тех нужных секций в Project Toml с помощью которых мы что-то собираемся. Мы собираем наш пакет. Ну вот. Значит, для того, чтобы не писать все вот это вручную, я позволю себе подглядывать шпаргалку. Вот. Эта шпаргалка, это такой, мы в ней уже глядели, это такой микросеместровый проект, вот, в котором все, что нужно для семестрового проекта есть, а контент в нем состоит из одного окна с тремя кнопками. Вот. Значит, вот, это WP Project Toml со всеми делами. Вот тут вот название проекта, версия, описание, ссылка на Redmi, ограничение по Python, но все-таки снизу, а не сверху, лицензия, автор, классификатор. Кстати, классификатор, кажется, не существует. Я, кажется, не нашел классификатора, который бы, какой-то стандарт на это задавал. Вот это классификатор есть. А, это keyword, это теги. Вот это классификатор есть. Это прям, можно прям зайти на Python, прокликать и сказать, какой из них, что из них, кто. вот, вот это вот как раз build system, который говорит, что нужно для сборки и с помощью чего происходит сборка. Это название пакета, вот, репозиторий, бэктрекер, а дальше мы посмотрим. Значит, ну так что? Чего нужно закладывать в вилл, ну в общем, в диск тоже. Ну, с диском все более-менее понятно, это просто ваши исходники, избавленные от генераторов. Что нужно закладывать в колесо, в дистрибутив? Очевидно, что все пакеты, то есть все, что вы написали на питоне, надо положить в колесо, чтобы после установки оно начинало работать. Ну, кроме тестов, например, да, все то, что должно работать после запуска. А в с диск тесты входит? Что? В с диск тесты? Конечно, исходники, это полный комплект, это как если бы человек сделал гидкон. Должна быть возможность пипу скачать этот с диск, покумехать и собрать прямо так внутри вашего окружения пакет из исходников, если, конечно, там все нужные внешние зависимости типа компиляторов стоят. Вот, поэтому там все должно быть. ну вот, значит, и непрограммные файлы, картинки, переводы, документы, все, что у вас генерирует, должно, неважно, генерируется оно или нет, может быть, оно там статически лежит, картинки, да, все, что у вас требуется для работы вашей программы и не является питоном, тоже должно распространяться вместе с дистрибутивом. Это, кстати, довольно забавная ситуация, потому что, например, в Винде принято упаковывать все это внутрь одного бинарника. У вас такой здоровенный бинарник, а внутри там лежат так называемые ресурсы, а внутри, а это ресурсы, это картинки, звуки и так далее. Кстати сказать, так же принято делать в проекте Куте. Такой есть мощный проект, аппликейшн, ну как-то по разработке приложений, он известен своим графическим интерфейсом, но на самом деле, конечно, там все есть абсолютно, в том числе как раз инструментарий для работы с этими самыми ресурсами, когда все засовывается внутрь одного большого бинарника. В случае питона у нас такой возможности нет, и как я уже говорил, единственное место, куда питон, pip, может положить ваши файлы, это внутрь вашего пакета, когда он положит его туда вот, в usr-lib, там, 64, python, tralivari, ну куда-нибудь туда, или в .local.lib, неважно. Поэтому все непрограммные файлы должны включаться в состав колеса и складываться конкретно в то место, где у вас лежит пакет. Вот. Тут есть одна проблема, которая то возникает, то исчезает, она такая плавающая. Я хотел ее сегодня себе с утра продемонстрировать и не обнаружил того факта, что она, у меня она, короче, не воспроизвелась, эта проблема. Проблема следующая. Вообще говоря, любой каталог в питоне может считаться пакетом. Я, кажется, это демонстрировал, потому что есть такое понятие, которое изобрели достаточно давно, namespace packages, это ситуация такая, когда у вас есть пакет с одинаковым названием, ну, вернее, подпакеты пакета с одинаковым названием, но лежат они в разных каталогах. Сюда и сюда, например. И если они у вас есть в Python Path, и вот этот вот каталог не является, у него нету и нита, он не является настоящим пакетом, то это считается namespace, и тогда у вас, если вот это, вот это SRC и вот это SRC добавить в Python Path, у вас получится пакет namespace, у которого будет визен и пакет под пакет саппэкч, и под пакет саппэкчб. И еще модуль B тоже будет визен. Вот, namespace. Проблема состоит в том, что namespace пакет это такой любой произвольный, абсолютно произвольный каталог системы, вот, поэтому можно сделать, например, вот так вот. Смотрите, сейчас, что у нас тут есть? Тут есть, например, каталог репа. Он, в общем, нифига не питоновый, но... Упс. И даже можно дальше там... Пожалуйста. Понимаете, да? Там что еще? Любой каталог можно в Python теперь проимпортировать, потому что нет возможности отличить пустой каталог от namespace пакетч. В этом плане, почему я про это вспомнил? Если у вас есть, например, подкаталог с переводами, он будет восприниматься именно как namespace пакет. Без единого файла на Python. Вот. Если не предпринять кое-каких действий, то либо эти файлы не приедут к вам в дистрибутив, либо они туда приедут, но сборщик будет ругаться, что у вас там, типа, значит, неправильный namespace или что-то такое. Вот. Ведает этим специальная директива pproject.omla, которая называется include package data. Они ровно так и пишутся. Это все для setup tools, обращаю ваше внимание. Мы не рассматриваем другие инструменты сборки. Вот. Примерно так это и пишется. Сейчас покажу. То есть где-то там должна быть кнопочка include package data. А, во. Include package data true. И это значит, что все, что вы видите в любой файл, который вы видите в вашем каталоге с модулем, с пакетом, будет считаться, будет распространяться вместе с ним. Вот. А если вы хотите чуть-чуть отфильтровать, вы говорите так, только RST, пожалуйста, вот. И только TXT. Все остальные, пожалуйста, не include. Может, это там половинчатый генератор. Поэтому, например, мы сегодня на семинаре это видели. Ну, я делаю так. У меня, скажем, переводы, исходники лежат в специальном каталоге ПО. А когда я генерирую перевод скомпилированный МО, бинарник, я его закладываю прямо в голову пакета. Вот. Имя пакета слэш ПО, слэш LCMessage, слэш локаль вот туда. Вот. В результате, если из этого делать колесо, то все эти файлы приедут. Мы сейчас это увидим. Так, уже пора, наверное, на что-нибудь делать. А, нет. И последнее, что... И последнее, что хочется сказать, что когда вы формируете SDIST, это тоже надо где-то описать. Вот. SDIST формируется другим файлом, который называется manifest.in. и у него тоже есть документация, как выглядит manifest.in. И это описание того, что должно положиться в... что является вашими исходниками. Вот. Давайте посмотрим. Вот очень тупенький, очень тупенький проект, который называется Arbit Translate. его смысл в том, чтобы... Ой, вот. Шаловливые ручонки. Его смысл в том, чтобы задать одну единственную функцию эха, которая будет ходить к некоторой базе переводов, вот, под названием Аэха. И если там будет перевод, то она будет его переводить. А если не будет, то не будет. Ну, такая вот бессмысленная совершенно утилита, но зато... Зато у нее есть база данных переводов, которые можно... которые можно подергать. Ну, вот, давайте подергаем ее. Значит, тут есть дует файл красивенький. Вот. Ну, давайте, что ли, заклоним. Чего у нее смотреть-то? Секунду. Ой, не ту кнопку нажал. Дубль два. Угу. Вот. Так. Ну, вот. Значит, что здесь есть? Вот здесь есть по файлу. Вот он, бессмысленный. Он переводит только Hello World. А, нет, еще почему-то доброе утро. Вот. Ну, потому что. Потому что он так острое. Да. Значит, есть Дуду, который все это умеет. Сейчас, мы Пепенф ему скажем. Чего? Ага, я знаю, в чем дело. Да. Кто-то туда вписал тридесятый питон. А, то есть, теперь это не обязательно зависит от конкретного пакета. Существует конкретной версии питона. Питона, да, не обязательно совершенно. Ее надо убрать. Ну, то есть, смотрите, когда это бывает нужно? Когда у вас после CI это идет в продавшем, да, тогда было бы неплохо прибить ее к той версии питона, на которой бы это протестирование она работает. А если это напрямую с продакшеном не связано, то это только мешает. Это точно так же, как в конкретной версии пакет в pipfile lock бывают в pipfile lock бывают же вон, видите? Вот, смотрите, как это выглядит. О, там не просто конкретная версия пакетов, а еще и эти самые чексумы от них. Вот. Понятное дело, что все это очень хорошо, если вам нужна полная воспроизводимость и несколько мешает, если вам нужно продолжать работать. Ну вот, значит, что у нас есть? А, здесь еще том ли. Ну, ничего себе. интересно, интересно. Ну, ладно. А где он арбит транслейт? здесь том ли нету, а где том ли? Сейчас, секундочку. Я пытаюсь понять, зачем нам том ли? Тут нету том ли. это в дуэте? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну вот, придется сейчас исправлять прямо в эфире. по-моему, по-моему, библиотеку том ли, которая раньше использовала для парсинга том ли. На том ли, и видите, даже что-то работает. Ну вот, значит, смотрите, давайте мы, значит, создадим, как полагается, mo-файл. Обратите внимание на то, что это цепочка зависимости, сначала под, потом по, потом мо. Вот. И этот мо у нас кладется в каталог с модулем. В результате в модуле у нас лежит питонная часть и перевод. И в самом модуле обращение к этому переводу написано вот буквально так, что когда мы getTextTranslation вызываем, в качестве каталога, где лежат переводы, будет конкретное место, откуда вызван модуль. Да, то есть это файл, из которого мы надсмотрим, дальше дернеем, короче, вот. Ну вот. Таким образом, кстати, это по идее должно работать и отсюда, и после установки тоже, если вот этот ArbitTranslate уедет куда-нибудь в Python Path, потому что он должен уехать вместе с этим переводом, который туда только что положился. Вот. Для того, чтобы он туда положился, мы делаем что? Мы говорим, что сборка Setup Tools, это динамическое создание версии, сейчас про это поговорим. Во. Мы говорим так, а еще у нас есть данные, которые распространяются с нашим пакетом. и они лежат в каталоге что-то, чего-то, где-то, точка, во. Ну, не в каталоге, а в файле. Вот. То есть, если этот Tool должен выбрать Google, чтобы... Да, но мы сейчас чуть-чуть про это поговорим, я не научился это делать, у меня есть четкое ощущение, что это не так просто, как кажется. Вы должны зарегистрировать другой бэкэнд-сборки для этого. Да, это безусловно странно, но кажется, кажется, это все равно так, потому что, в общем, это момент, который я до себя до конца не решил. У меня даже, ну, видим, у меня такой туду стоит, я пытался с этим разобраться и понял, что пытаться... Для того, чтобы все автоматом вообще генерировалось, нужно вот сюда вписать вместо setup tools что-то, что будет вызывать дуэт. Это, это, это build system такой должен быть. К сожалению, это так. Ну, не важно. Пока не важно. Возможно, мне хватит времени, там, я к следующему году что-нибудь приду. Можно задать вопрос? Вот, вы использовали конструкцию, что вы берете переменную файлу, ну, нижний, почему-нибудь. Это где? Ну, вот до этого вы показывали, когда вы обращались к этому. Вот тут? А, нет, не тут, не тут, вот это, вот здесь вот. Вот здесь. translation, OS, паст, дернейм и так далее. такой вопрос. Вот, значит, у нас на практике был момент, когда мы делали пакет, мы его разбивали на структуру, на сервер, клиент, и если что-то используется, то еще common. Вот, у меня в common лежит, например, папочка custom monsters. Да, и это будет такой под пакет, или там вообще лежат не питон, а вот этот самый дистрибутинг? Там лежит вообще файл вот просто GGSB. Вот. Я задал с вопросом, а как лучше вот такие статические данные, которые вот они где-то просто лежат в пакете, как их лучше брать? И вот тут есть замечательный такой ответ на stack overflow, который ну занимает вот такую страницу, и там есть где-то 4 разных варианта, что нужно использовать и что не нужно. Ну, ресурсис есть такой традиционный. есть импорт лепресурсис, в нем есть вот модуль файлс, и есть вот какое-то огромное обоснование, почему его стоит использовать, почему там не стоит использовать что-то другое. Ну, почему нельзя делать вот так, да. Да, там есть какие-то обоснования, что это может быть zip пакет, а не файл, а не модуль, вот когда там путь плохо архивируется вообще. Ну, это чуть ли не единственное, кстати, обоснование, что питон умеет запускаться из zip, вы можете сделать zip app, есть такой специальный модуль zip app, и распространять, распространять все как один zip архив, и он прямо оттуда будет запускаться. И да, вот это перестанет работать. И поэтому нужно брать некоторый универсальный враппер под названием ресурсис, который позволяет иметь доступ к этим ресурсам и так далее. Но вы, поскольку задаете этот вопрос со знанием дела, вы, наверное, видели, насколько там развеселая API. такую штуку имеет смысл делать только в том случае, если вы уверены, что тот проект, который вы делаете, будет использоваться в очень разных окружениях, в том числе в таких, где обычный файловый доступ не работает. Потому что мне трудно вообразить такую обычную бытовую ситуацию, когда бы вот эта функция не сработала. У нас есть место, куда приехал файл под названием init.p, и мы считаем, что в нем есть подкаталог, в котором лежит перевод. Куда проще. То есть как-то в среднем можно полагать, наверное, что это не будет диппакет. Да, в среднем можно считать, что это так. Если вы пойдете работать на завод и вам на заводе скажут, что у нас используется такая-то дисциплина, вам там и объяснят, какая именно она используется. Скорее всего, это будет какой-нибудь страшный, опять-таки, этот самый поэт или что-нибудь в этом. но в действительности пока я не знаю, в чем может быть противопоказание вот такой вот конструкции. кроме того, что если бы я эту программу писал сегодня, я бы, конечно, использовал не оспас, а по слип. По слип удобнее. Я могу скинуть... Скиньте, скиньте в этот самый, причем даже не туда, а в большой чатик по питону. Ну вот. Значит, возвращаясь к нашему баяну, смотрите, что у нас уже есть. У нас есть наши исходники нашего пакета, в который я положил целевой генерат под названием перевода. Есть предположение, что вот эта штука должна работать из коробки прямо здесь. Только там не так... А, у него, кажется, нету... Сейчас, давайте посмотрим, есть ли у нее мынь. Нет у него мынь. Был бы мынь, он бы работал отсюда. Но значит, его надо проимпортить. Но, тем не менее, есть подозрение, что оно работает. Вот так, да? О, it works. Вот. Значит, но наша задача, чтобы эта штука влезла в пакет, и в пакете она тоже работала. Давайте попробуем это сделать. Во-первых, попробуем сделать так. Python минус m build минус минус hill. Значит, напоминаю, что build это такой простейший в раппер тот самый метабилд, который потом вызовет что-то из-под себя тот самый setup tos, с нужными параметрами. В данном случае мы хотим, чтобы у нас был will. И еще на всякий случай скажем no-isolation про no-isolation скажу чуть позже. Так, значит, минус n build минус n no-isolation и минус v will. Что? Ну, модуль setup tos, конечно. Только ppnf. вот сюда надо set up tos, да? Секунду. Вот так. Мы забыли поставить set up tos, с помощью которого мы вообще собираем этот пакет. Удивительно, что он не собирается. Так, а, и will тоже. Молодцы! кстати, он не в правильное место в ppnf попал. Жжжжжж. Тороплюсь. Не здесь, а вот здесь. Вот. О, оно случилось. вот давайте посмотрим что в результате у нас получилось после в процессе сборки во первых у нас образовался каталог билд в котором собственно происходило вся все что там делает все что там делал setup tools вот он создал каталог лип это будет такой пайтон пас в этом каталоге лип он значит устанавливал то что нужно устанавливать и сформировал сформировал а еще сделал каталог диск линукс это если мы хотели сделать не умил а именно binary distribution то он бы там отложился но он там отложился но из него собрал колесо и это колесо значит а крыса он еще не собрал а собрал вот это колесо лежит где это лежит в каталоге dist вот вот этот колесо давай кстати посмотрим что это что это за файл такой вот zip-архив колесо на самом деле это zip-архив в котором лежит модуль наш в том числе не программный файл с переводом и паспорт под названием название модуля название пакета дефис название версии . distinfo там лежит лет или лайцинс там лежит ну давайте мне а мы можем просто установите все увидим вот давайте мы сейчас где-нибудь установим его в отдельном каталоге пипенф они не пипенф пип пайтон трише будут прям все все совсем совсем чисто безо всяких пипенф минус м венф ну скажем тмп ку-ку-ку я специально использовал не пипенф чтобы мы вспомнили как вообще выглядит виртуальное окружение в питоне вот что она вот-вот там есть бин липин клюют вот это все вот сюда и говорим бин активы и пип 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 у нас есть да пип инстал вот это вот пакет который только что нам только что нам сгенерил наш наш сетап тулс посредством посредством он любил вот он вставил посмотрим что у него в состав входит а нет пришел шоу по моему минус f минус f вот ну да значит сюда входит как мы уже видели непрограммный файл перевод и нет скомпилированные нет вот эта штука она платформа зависимая поэтому она не и кстати не только платформа но и питон версия зависимая вот пиц файл значит относительно скомпилированных пиц файлов пускай вас не обманывает это никакой не бинарник это просто питоне байт код из которого кстати можно получить исходник при желании вот нужен он для того чтобы не напрягать парсер питоний при запуске вас ну вот и паспорт что в этом паспорте в паспорте есть лица на идее которую мы сами указали в так только не здесь cd lip поэтом вот сайт так вот ну или не лес лицензия мид да всякая мета дата вот в том числе вид не помните там был поле ридми в этом самом вот здесь вот баба 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 вот вот это она и есть она прям в методату приехала вот она да название лицензии файла автор версия ну короче говоря все что приехало у нас все что приехал у нас из-под project омля вот ну дальше там всякие подробности установлено пипом файлы и их контрольные суммы установлены но и так далее вот добром такие дела за счет вот мы примерно так делали распространяем вот информация о том ссылка о том как попробовать встроить дует прямо в цветоптус вот 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 это вот глава ну в общем в общем дует вызывался да да но я я это не пока не освоил давайте еще немножко вспомним тему которую правда мы уже несколько раз дергали и это понятие зависимости значит зависимость будет эксплуатационные это те которые нужны когда мы программу запускаем нашу приложение ку то есть фактически если это питон те модули которые должны стоять вместе с вашей программе вообще заработал вот эксплуатационными также являются зависимости которые от которой от вас не зависит например вы хотите чтобы был там не знаю веб-броузер на питоне его поставить нельзя он либо есть либо нет но тем не менее значит и да и на сегодняшний день нет нормального способа описать вне питоне эксплуатационной зависимости тут как бы это неформализуем вот еще между прочим да поскольку это неформализуемо эта проблема потому что вы не можете их не поставить не проверить ничего максимум что можете сделать запустить питоне скрипт ваш вот кусочек вашего кода проверить что некая программа который вы хотите чтобы было не запускается а вырваться и выйти вот еще бывает понятие предполагаемой зависимости саджестов когда ваша программа работает без скажем веб-броузер ну там help не открывает а все остальное делает такое тоже может быть кажется надо посмотреть кажется нет понятия предполагаемой зависимости в стоп в этом самом в project омли кажется нет а вы кстати у нас тут зависимости то и нет надо в другой файл смотреть это надо вот сюда смотри тут у нас зависимости нет а вот тут у нас зависимости есть вот значит а есть понятие сборочные зависимости сборочные зависимости это инструменты во первых которые в процессе сборки вы явно используете типа бабеля сфинкса вот этого всего во вторых инструмент который вы используете для тестирования если таковы имеется да по тест какой-нибудь если вы пользуетесь не стандартным фреймворком а каким-то мощным а еще сборочными зависимости еще есть понятие инструментальные зависимости это всякие редакторы текстовые короче то что вам нужно как человеку для разработки что вообще никак специфицировать нельзя потому что в интернет любите виллу пользоваться ваш товарищ любит пользоваться с облаймом какие-нибудь или не стало будет сказано по черным довольно забавная штука состоит в том что когда у вас есть процедура сборки иногда при сборке у вас не мог может не работать может отсутствовать часть эксплуатационных зависимости типичный пример это вы собираете документацию для вашего программного продукта а он использует графику вот 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 это вот моя штука она использует такая интер если попытаться собрать документацию в ситуации когда графики нету мы все знаем что происходит сфинкс падает он пытается сделать импорт такая интертака интер падает сфинкс тоже падает говорит не могу у вас тут ошибки поэтому довольно забавная штука эта ситуация что в момент сборки кое-какие эксплуатационные зависимости надо заменять мокерами вот я это реально видел люди как раз сфинкс кое-какие объекты для сфинкса заменяли мокерами чтобы когда тот делает импорт в желании значит найти а строки документации ему там выдавались нужные строки но не из реального объекта не из реального библиотеки которые там какие-то сетевые соединения начинал инициировать да из мокера такие дела но в простых проектах это не бывает да это 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 какая-то такая вот запредельная уже сложность вот нет мокеры делаются знаете где в конфиг точка п от а сфинкса прямо там это питание файл вот там вы значит все это настраивайте чтобы когда сфинкс запустится он уже не видел этих объектов видел там их заманки патчены и вот значит последнее что я хотел сказать прежде чем поговорить еще про зависимости это значит про ключик минус м который я тут внезапно выдавал вот значит минус ключик минус n это ключик давайте мы попробуем ему сказать минус минус help это ключик но изолейшим в действительности когда вы говорите python build происходит следующая штука вы разворачиваете сборочное окружение внутри изолированного венва питаньева еще одного то есть создается венв туда ставятся все из 100 из предпроджектом ли все сборочные зависимости и там все происходит мало ли что у вас стоит на хоз системе может быть у вас все нужное стоит а вы забыли это указать вот так это устроено это естественно работает несколько дольше потому что вам приходится делать еще один венв и в этот венв должен приехать питон базовое количество каких-то модуль и так далее вот поэтому я обычно делаю минус n но по-хорошему надо делать всегда вот так минус n это такой костыль для упрощения сборки главная идея стоит в том что если вдруг вы у вас вот такая штука работает и получается полноценный модуль а вот такая штука не работает или получается неполноценный модуль значит мы что-то забыли указать где или он вообще не получается пабель потому что вот если вы просто запускаете build минус n сначала создается чистое изолированное окружение потом туда все ставится что надо потом туда копируются файлы которые вы указали ну и так далее значит что касается и здесь то да значит у нас же есть манифест он очень простой он говорит что вот все отсюда пожалуйста графт а еще по проектом еще дуду а еще пип файл больше ничего не надо вот это вот дистрибутив предполагается что это будет все содержимое каталога арбит раз лет эти три файла дополнительно вот но помните чтобы сформировать с дистрибьюшн сначала все почистить поэтому сначала запустит и рейс вот который естественным образом делать гит клин я думаю как как у нас на семинаре сегодня было да вот а потом а потом а что он потом делается без дист а потом бил соберет вот и project build и build это одно и то же если что это build python минус n build и по project build это одно и то же ну вот давайте посмотрим как выглядит это здесь диск но он я думаю довольно просто подходит вот он этот торг торгозет файл в котором лежит что да все то же самое мета информация исходники модуль вот такие дела так вернулись вернулись к дисциплине значит это чисто мое забыть изобретение вот я кажется ей уделился на семинарах сейчас его еще раз оглашу я не утверждаю что это истина в последней инстанции вообще ничего не утверждаю но с помощью пипенва можно разделять эксплуатационные сборочные и всякие временно возникающие зависимости в том числе например ваши личные инструментальные если вы говорите пипев инсталл просто пипев инсталл то он заполняет секцию пиф файл под названием депс так же сда и это эксплуатационная зависимость если говорите пипенв инсталл минус д он заполняет секцию дев пэкэджис это сборочной зависимости если вы видите просто пип инсталл в изолированном окружении он ставит что-то в пипе а пип файл не меняет таким образом вы можете использовать пип файл для того чтобы формировать соответственно эксплуатационные и эти самые нет ну зачем же в систему вы же находитесь в венве он положит вот сюда только так в любом вензе он нормально пипенва и пипенва отличается от венвы только тем что у него этот венв этот венв лежит вот здесь вот 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 именно поэтому если вы хотите увидеть все наглядно вы не используете пипенва используйте обычный венв чтобы был там лип вот этот все на месте лежал мы сейчас его сейчас еще будем использовать вот чуть погромче пожалуйста каких случаях вы рекомендуете использовать реальный венв а в каких случаях лучше использовать нет погодите а реальный венв или или пипенв с пип файлом если вы хотите себе организовать окружение в котором вы сидите и что-то разрабатываете эту конечно пипенв потому что там ничего лишнего он за вас делают кучу всяких полезных вещей обновляют пип файлы тогда если вы что-то используете на автомате вам нужно развернуть окружение в дом что-то собрать а потом удалить это окружение то безусловно венв потому что пипенв это страшная дескриптованная штука с разноцветной выдачей она точно не предназначена для автоматического продакшен вот значит в пепроджектом или тоже хранятся эксплуатационные зависимости вот это просто зависимости ну смысле вот они здесь хранятся в пепроджектом вот соответственно сейчас тут не правильное место да сейчас секунду это прямо я при вас отредактирую потому что это прям ложь тут я какой-то фантазию реализовал когда нам нужно понять а что за сборочная зависимость у нас уже на установлена есть у нас нету пепли никакого пиппи 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 файла ничего учет по наставили вот а дальше вот вот что вот и вот этот скрипт который 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 тут я тут на коленке наваял из 40 строк он буквально сделает что он сначала строит базу данных в локальном виртуальном окружении какой файл из установленных туда вот влип чему какому пакету соответствует кстати почему-то в эту сторону эта задача не решена только в обратную вот потом запускает всю сборку но при этом питон запускается с ключом трассировки питом верболз и все все импорты он трассирует а потом на основании этого журнала трассировки говорит каким модулем они принадлежат и дальше можно как-то вот эти самые сборочные зависимости определить такая вот и стоит вот собственно когда я придумал что можно следить трассировку я написал инструмент он маленький 40 строк сайт лежит блин это супер неудобно так давайте попробуем его линимирует но это уже третий раз за сегодня а и запустился так давайте тогда папа по-быстрому значит и так сборочные зависимости отследить теоретически очень просто мой скрип занимает 40 строк вот для этого нужно собрать запустить весь пакет сборки посмотреть какие импорты производить производились а потом посмотреть кому они при какому пакету они принадлежали из установленных вашу вашу ваше сборочное окружение что же касается эксплуатационных зависимости тут вопрос несколько более сложный во-первых конечно же во первых конечно же аккуратный разработчик сам знает какие какие именно пакеты он импорт внутри своего кода да и соответственно какие из какие из питоне их пакетов должны входить в эксплуатационной зависимости но что делать дальше можно взять полную карту импортов во первых во первых можно построить синтаксическое дерево абстрактно из всех исходников своих скартировать какие там есть импорты в том числе импорты странного вида как from что-то импорт что-то это тоже надо уметь парсить в том числе использование партлит хотя я очень долго убеждал данилу что не надо парсить импорт лип потому что человек написал импорт лип . импорт то он сам себе злобный буратин он наверное хотел чтобы никто не узнал что именно он импорт вот и после этого значит поставить список всего что мы импортируем на основе анализа абстрактности тактического дерева убрать оттуда все наши собственные модули которые мы еще и провайдим но потому что вы можете сказать и from . импорт что-то да это значит что вы собственные модули собираетесь про импортировать вот оставшийся список это и будет то что вам нужно вот значит данил загайнов который в этом году заканчивает магистратуру написал вот такую вот такую штуку на вас который называется по девки патри дев хелл до слова dependents и хелл разумеется благо а как известно и dependents и хелл как минимум по трудной задачи а может быть им попал не помню вот который можно использовать для этого причем достаточно легко вот вы говорите вы говорите это самое мне он показывает все зависимости ну вот я честно ему уже пользовался этим инструментом правда еще никуда его не внедрил да он у нас этот инструмент не просто так он из он на полную катушку используется в нашей сборочнице он собственно генерирует карту зависимости питоних модулей которые как линуксовый пакет собираются в репозиторе связи именно так что это это эта штука она сейчас в тяжелом продакшене ею пользуются каждую секунду значит наша сборочница когда собирает питоне пакеты именно из питоних в рпм их переделают ну вот вообще говоря есть файл под названием рекой стексте где в определенном простом синтаксе описаны эти самые зависимости и пип например умеет такие файлы партий а вот пип файл он к сожалению парсит не умеет несмотря на свое название вот и вообще библиотека который портит а пип файл вообще это тумбль на самом то деле если посмотреть на его внимательно пип файл это тумбль самый что на есть обычный узнаете это тумбль вот поэтому парсит пип файл очень легко у вас есть встроенных питом средства называется том ли оба что еще интересно да значит в принципе в принципе пип даже умеет делать вот такое вот то есть он не только вам перечислят перечислят установленный пакет пип лист но и скажет какой они версии да ну и так скажет пип фриз это просто вот это формат это формат рекламе в текст и на самом деле текстового файла но вот как мы уже говорили сегодня такой формат с указанием строгих зависимости это довольно довольно опасная штука потому что у вас постоянно будут сборочные окружения ломаться надо будет постоянно обновляться или не обновляться если не дай бог вышел новый пакет а здесь он еще не новый и так далее поэтому как правило все таки четко жесткое указание серии нужно только в том случае как би версии только когда вы это идет в продакшен чтобы не дай бог там админ чуть не обновил а там вдруг поменяется обидится какая-то вместе вот что касается что касается пипенвы пипенв как мы уже видели тоже умеет в подобный формат он у него свой он называется пипенвлог пиппайлог вот там еще больше информации информации про четкие значения он видите кстати джессон джессон пипфайл это томль а это джессон вот я же говорю сумречный тефтанский гений писал это все джессон же такой невзрачно отвратительный нет он гораздо лучше чем xml все но идея стоит в том что этот самый томль ридер входят в состав питона томль в райтер это отдельный внешний мод внезапно ну вот короче говоря на каком основании вы будете генерировать вот этот на каком основании будете внимание на ком с вами будете генерировать список зависимости зависит от вас а его можно сгенерировать давайте посмотрим как это выглядит нет но мы же говорим про а динамик только вершин здесь зависимости не генерятся здесь генерится только версия вас у вас по проекту мы как ребята которые вы придумали хвостались это такой декларативный синтаксис все очень хорошо только в нем можно указать секцию динамик искать а вот это все генерируется запуском специальных программ вот в частности версия версия делается динамически я только забыл как он как он и добывает откуда она вылезает а версия делается динамически путем парсинга модуля орбит транслейт парсинга модуль то есть фактическом запускается импорта и вы внимание оттуда перемены вершин вот это же самое можно сделать зависимости я вот просто не помню давайте посмотрим может быть у меня вот здесь зависимости так сделано я не здесь уйди уйди противные вот здесь мы бы вот здесь так но я не уверен я видел людей которые до динамик депенденсен смотрите динамик депенденсен давайте посмотрим короче тут сделано так депенденсен просто берутся из искусства а вот require стекста можно генерить скриптом из того же дудо с помощью того же значит данилиного скрипта ну вот это вот все как вариант последнее что я хотел сказать видимо ему нам уже пора заканчивать да вот последнее что я хотел сказать это то как важный очень момент как в составе в составе вашего вашего дистрибутива нужно распространять скрипты по запуску смотрите мы ставим пакет ну например ну например какой-нибудь orbit translate пакет да вот сейчас мы найдем окошечко где он стоит а он не стоит уже ну давайте мы его по еще раз поставить вот 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 сюда поставили пакет он вот один тут стоит а любит translate этот пакет внезапно умеет запускать у него есть утилита аеха утилита аеха которая даже умеет переводить то что метро и утилита откуда она взялась это скрипт который приехал к вам в каталог bin в этом венге вот он и в этом скрипте написано буквально следующее это скрипт оказывается питоне то есть написано на питоне и там генерат который вызывает некоторую точку входа под названием orbit translate . их вот эти точки входа можно описать в своем том ли файле и это я попрошу вас сделать в ваших проектах если эти проекты предоставляют какую-то утилиту а не какие там боты и вот это все и будет это буквально вот так сейчас entry point где он тут а вот скрипт да 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 а сам сейчас вот да да вот вот это она вот так выглядит скрипт если вы вы просто могли отдельно писать project . скрипции здесь написать аеха равно вот это все да потому что это там вот эта штука может уехать вниз вот имя модуля имя символа который должен быть дернут все на основании вот этого генерится под разные операционные системы но собственно их там два варианта под mac и linux генерится shell скрипт а под винду генерится bat файл и он тоже такой вот запускаемый а какой черту bat файл также питон там питон это просто питоне скрипт который подкладывается в нужное место если вы используете локальную установку то он подкладывается вот сюда в каталог local lip python local bin извините вот сюда вот это все что приехало мне с помощью пип-инстал в домашний каталог вот а если вы используете вен в том подкладывается куда угодно вот соответственно есть еще отдельная тема так называемый гуи сейчас покажу в угу и скрипт зачем он сделан почему он не просто скрипт не спрашивайте у меня видимо да это тоже . входа видимо есть какие-то основания если это гуи скрипт например делать предполагается в каких-нибудь продвинутых установщика он еще иконочку будет не я не знаю но вот есть две разных две разные категории вот вот теперь точно все значит как вы понимаете домашнее задание состоит в том чтобы свой проект который будете сдавать обмазать по project омлем чтобы там все было описано вот обязательно формировать мил даже если то что вы делаете помимо установки вил требует всяких других штук ну например если вы делаете пойду этот самый бот телеграммный очень любит люди телеграммный бот в качестве этих проектов то вам придется сначала все равно установить колесо туда куда вы его ставите а потом уже там вручную про бросить ключи вот это все понятное дело ключи не надо секретные ключи не надо в ките хранить 20 пожалуйста вот надо сделать отхив с исходниками тоже то есть манифест файл и после установки вилла этого в чистое окружение и выполнение волшебных действий типа подкладывания ключей у вас проект должен работать вот это такое домашнее задание все вопросы есть если нету у нас будет еще одна последняя лекция уже после майских между майскими лекцией не буду устраивать я лучше устрою экзамен для четвертых шестых курсов вот запоздалый последняя лекция будет просвещена собственно дипломенту публикации пупы read the dogs вот этому вот всему да видимо это будет ну у нас что-то было на эту тему в самом 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 начале про то что как организован и совместная разработка как организован имard psi ну там вы сказали примерно следующее что смотрите я расскажу как организовать совместную разработку а вот про котят хав я как бы рассказывать не буду им собственно прям гитхам ты ей не буду рассказывать а что можно оставить раз саму структуру репозитории я это должно было бы сейчас проверки это отдельная тема это мне неинтересно, как вы там делаете ветки и зачем. Хотите, делайте их... У нас тоже был разговор про ветки. У нас был разговор, что ветки используются для того, чтобы развивать какую-нибудь функциональность, которая интерферирует с основной. Пока она не доделана, лучше делать в отдельной ветке, а потом мержится. А вот, что я не рассказал, но это будет в документации по Setup Tools. Что я не рассказал, это как должен быть устроен проект в смысле дерева каталогов. Но там все довольно четко. Сейчас покажу. Кстати, Герой Владимирович, а можно сразу задать вопрос про ветки, который появляется? Допустим, я делал какую-то задачу, вот, например, я заставил ветку ГУИ, вот я долго делал это ГУИ, потом я решил, что вот оно сделано, замерзнулся, а потом мы что-то делали, делали проекты, и внезапно поняли, что вот в ГУИ нужно допилить какие-то фичи. Что в этот момент нужно делать? А что еще допилить фичи? Ну, например, там найден баг какой-нибудь. Ну и фиксить его, не, я вопрос пока не понимаю. Вернее так, что нужно делать? Нужно пойти на ветку ГУИ, дополнить ее коммитами, а потом еще раз замерзнуть? Нужно на мейне пофиксить баг? Смотрите, это на самом деле абсолютно, ну, как бы не слишком критично с точки зрения самого проекта, потому что если у вас уже есть мейнлайн, в котором уже все померзено, то вы можете и сделать отдельную ветку для фикса багфикса, если она сложная, или просто отдельным коммитом его по багфиксить, если это простой багфикс, да, прямо сюда, вот. А можете, если ваша дисциплина такова, что вы действительно параллельно, у вас есть мейнлайн и параллельно ГУИ к нему, да, если это постоянная разработка, вот есть специальная ветка, где люди сидят и дорабатывают ГУИ, а в это время другие люди сидят и двигают мейнлайн вперед. Вот тогда, конечно, баги в ГУИ надо фиксить в ветке ГУИ, а потом мёрз. Но если, повторяю, так получилось, что у вас было двое, и один писал ГУИ, а второй писал все остальное, потом вы помёрзжились, и сейчас у вас один, история разработки состоит из одного потока, то совершенно всё равно, где вы будете это делать. Нет специальных каких-то рекомендаций, если только ваш, к вам не пришёл страшный лид, а я так понимаю, к вам не придёт страшный лид, потому что это вы. Да, и не сказал, что нет, нет, мы только ГУИ, мы правим только в ветке ГУИ. Вот если бы это была ветка, допустим, Duel Testing Production, там бы было всё очевидно. Мы сначала правим это в тестинге, только потом мёрзим в продакшен. Причём не мёрзим, там, черепиками. А в целом вот структура, что, например, там далась разработка, вот там здесь мы делали ГУИ, здесь мы делали Букэнд, здесь что-нибудь ещё, вот мы вот как-то параллельно шли, и вот мы, собственно, мёрзили это вот в какую-то одну веру. Да, да, да. Потом понимали, что вот там в Букэнде у нас появилась какая-то новая фича, её бы неплохо допилили в ГУИ, мы допиливали её в Букэнде вот так, мёрзились, допиливали в ГУИ вот так, и опять мёрзились. Это нормально. Ну да, уже всё равно есть некий мэйн, да, с которым так иначе всё равно. Она будет линейной, структура Букэнда будет линейной, а вот в мэйне будет что-то замёрзенное. Ну, так оно примерно и выглядит, да. Так оно примерно и выглядит. А что делать? Вот. Ещё вопрос. Всё, тогда, значит, до встречи в мае, удачных вам всем каникул, выходных и всего вот этого. Вот, спасибо. Не забыли немножко прохлопать. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok